МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадуя компании Гомель, у студии Натальи Игнатенко. Добрый день. Сегодня в Беларуси проходят выборы в Палату процтауников. На Гомельщине на 17 месяцев в парламенте претендуют 65 кандидатов. Сгодно с информацией областной выборчей комиссии, с уликом детерминового голосования по стане на 10 годин ранецы в регионе свой выбор зробили больше, как 425 тысяч человек. Те 38,61% выборщиков. Алексин Церов наведал некольких выборчих участков. Гомельская центральная выборчая округа, участок номер 12, на годиннику 7.40, а все члены участковой комиссии уже на своих местах. Проспятнадцать хвилин. Они примут удел о опечатывании орны по осудности с этого и пошнется голосованием. Своё место займают и аккредитованные наглядальники. На участок они так само пришли ранее, как проконтролировать самые разные моменты подрактовки до голосования. Миссия наглядальников от СНД на Гомельщине – это мать 40 человек. Многие из них мают великий опыт назирания за выборами у разных краинах. А тому ситуации у Гомельской области судить объективно. Особых нарушений действующего законодательства я лично не видел. Всё организовано чётко, красиво. Пока всё идёт нормально, поскольку сейчас откроются участки. Через 15 минут мы будем следить за тем, что были всё правильно. Горны все обечатаны, закрыты. Я уже посмотрел кабины, там всё нормально. Никаких личных информаций, никаких личных предметов. Ну и в течение дня будем следить. Мы будем объективны, беспристрастны, справедливы. Пешим на 12-м участку Гомельской центральной выборчей округи голосует Валерий Давыденко. Кажет, что завсёды про моё удел у выборах и завсёды им кнется претийный участок ранней. Раз некольких хвилин после початка голосования удел у им принял и гомельчанин Геннадий Горчаков. С выбором кандидата, який на его думку годный стать парламентарием, вызначився загадя, пеш за всё заходящий с деловых якостью претендента. Не было того случая, чтобы я не ходил на выборы. Всегда посвящаю. Я выбирал кандидата по его опыту и то, что он может сделать для народа, чтобы был грамотный, подготовленный человек. В Палаце культуры акционерного товариства ГОМ «Синьмаш» открыты одразу два выборча участки. Голосование проходит вельми активно. В участковых комиссиях к этому не издевляются. Первая важная колькость выборчиков. Люди сталого взрослым, для яких обоязковый удел у голосования – житёвая позиция. Для тех, кто не издольны прийти на участок самостойно, члены комиссии приедут до дому. Как, например, до самого старейшего выборчика, унесенных у списка для голосования, на участку номер 5 ГОМ «Синьмаш» в округе, в раз некой дён жанчине исполнится 100 годов. Але у дел у выборах она вырошила принять обовязково. У Воглиш для допомоги со старелым и инвалидом тут вырошили притягнуть волонтёров. Обеспечена работа волонтёров и идеологических работников УАО «ГОМ «Синьмаш» для того, чтобы все пожилые люди смогли попасть к нам на участок, им будет оказана необходимая помощь». Участок номер 25 ГОМ «Синьмаш» центральной выборчей округи. У списка для голосования коля 1300 человек. У их лику старшиня ГОМ «Аблаканкама» Владимир Дворник. Потримание бюллетеня, у який унесены 5 прозвища кандидатов, и непосредник голосования, за когою он надав свой голос, керавник в области не называя, але запевнивая, что это действительно достойный человек. И додает выборы депутатов Палаты представников важная политическая кампания, от вынеков которой задержит будущую Беларусь. Для меня, как человека, который знает сегодня экономику, человека, который знает сегодня жизнь этих людей, которые живут на территории, для меня важно, чтобы как можно больше людей в парламенте было из реального сектора экономики. Те, которые сегодня знают, откуда идут или как зарабатываются деньги, и, соответственно, знают цену каждому вложенному рублю в социальную сферу. Поэтому, конечно, надо, чтобы больше людей присутствовалось с экономикой. Свой выбор на этом участку зарабили и 10 человек, які сегодня-то у першиню принимают удел у голосовании. У основном, это студенты ВНУ, які некаких годов придут на предприемство и организации Беларуси, веншаванят старшине Аббару Канкама и подарунки на память. Вице-премьер Владимир Семашко, який так само наведывая выборчий участок, переконанный, минавито такая активная громадянская позиция, залог стабильности развития краины. Сам Владимир Семашко проголосовал на переддне у Минску. Когда я проголосовал, это моя тайна, как бы, собственно, за кого я там проголосовал. Но именно с такими критериями, когда рассмотрел на пять кандидатов, я проголосовал за того, за кого считаю, человек по жизни, по образованию начале, по жизни, по позиции житейской признанной, который достоин представлять народ в этом парламенте и что-то привнести, работая в законодательной сфере. Олег Синтеров, Евген Макеенко, телерадио «Компания Гомель». Одным из первых у Гомеля свой выбор сегодня зрабил и славутый белорусский спортсмен, олимпийский чемпион по дзюдо 2004 года, заслуженный майстер спорту Игорь Макаров. После завершения спортивной карьеры, он сразу распочал тренерскую. У Гомеля открыл школу дзюдо, где проводит тренировки для детей. Не глядя на высокую загруженность, Игорь Макаров говорит, что никогда не пропускает выборы. Олимпийский чемпион выказывает надею, что законотворческие проекты будущих депутатов будут накерованы у темлику и на развитие спорта. И признается журналистам, что депутатам парламента бачит человека, досвеченного у своей працы. Тот, кто постарше, значит опытней. Я понимаю, молодым у нас везде дорога, но я думаю, что опыт, он прежде всего опыт. То есть чем старше человек, тем больше, чем больше он работал, тем больше он знает. Выборы для белорусов не только державная подея, а еще и свята. Сегодня на участках у Гомельской области организованы культурная программа и выездный гандаль. По доступных ценах можно набыть харчовые и промысловые товары. На некоторых участках организованы дегустации и реализация плодоохородненной продукции. Святочный настрой подтримливают профессийные и самодейные коллективы и выканавцы. Организованы так само консультации специалистов. Например, у Гомельским доме профсоюза сегодня до 6.01 вечера будут працевать представники товариства выротования на водах, Министерство по надзвычайных ситуациях, специалист банка и юрист. Усе консультации бесплатные. Вопросы, которые они интересуют, мы можем разъяснить, и они получают исчерпывающий ответ, чтобы не идти в консультацию юридическую, где любая, как вы знаете, общение с адвокатом, она требует материальных затрат. Если вопрос, который мы не сможем ответить, то мы его берем на контроль, оставляем свои координаты и в последующем можем связаться с той службой, которая рассмотрит его по существу. И пока на этом все, протягивайте сачит за падением и разом с нами. Наступный выпуск новинок, углядите у 15.30 на телеканале Беларусь 4 Гомель. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова